Слишком закрыт спорт. Это ужасно. Это раз. Виртуальная запитка чрезвычайно сильная, из-за этого у многих, например, очень плохая память. Ну, например, со сколькими я бы не разговаривал, поэзию не знает вообще никто. Да и искусство, кто мало знает. Поэтому мне их, по-честному, жаль. Они зажаты технократией, но есть светлые лица и немало. Милые ребята есть очень активные. Вот я недавно купался на речке, там ребята сделали фри хип-хоп. Сами сделали сцену себе, сами поставили колонки и сами там это пели под мостом. Правильно сказать, под мостом. Мы вот, кстати, очень небрежно относимся к ударениям, и это ужасно. Это просто, ну, буквально в каждом предложении есть неправильное слово. Причем это и дикторы, и ученые. Мне это режет слух. У меня отец был очень мощный славяный фил, хотя он был гидравлик, он переводил с четырех языков, с семи адаптировал, там, с двенадцати адаптировал. С четыре знал в совершенстве, с семи переводил, с двенадцати адаптировал, вот. Хотя был гидравлик. Он очень скрупулезно относился к ударениям и вообще к фразеологии. Сейчас как-то это ушло. Русский язык очень замусорен. Ну, вот человек может говорить совершенно с каким-то азербайджанским вдруг акцентом. Слыши, постой, ну, поговорим, ладно. Короче, я чисто хотел сказать. Ну, где? Где слова-то? Где существительное, где сказуемое? О чем речь? Поэтому мне, честно, молодежь жаль, я им симпатизирую, я хорошо отношусь ко всем, не стесняюсь их поправлять в другой раз, если вижу что-то не так. Но много, конечно, распущенности, много нецеленаправленности, и, конечно, интернет, он виновник всего. Отлично, а спасать-то как? Что нужно делать, чтобы вот как-то... Золотые деньги. У нас ронда получилась. Золотые и серебряные деньги. Ну, ладно, давайте, хорошо. Давайте поговорим.